Ну, здравствуйте, девочки! Почему девочки? Почему не мальчики? Потому что разговор у нас сегодня будет сугубо дебичий. Вот те самые критические дни. И у всех они разные. Столько вопросов, столько ответов, и никто никогда не приходит к чему-то единому. Да, в конце концов, спорт и месячный. Как это совместить? Ну, я вам скажу, я не врач. Но почти 35 лет я работаю тренером. Тренером, можно сказать, женский тренер. Потому что такой у меня танцевальный коллектив и вообще танцевальная студия, вот сугубо женская. Ну, нет у нас ни мальчиков, ни мужчин на тренировке. Хотя я как-то пыталась привлекать ребят к тому, что фитнес – это не чисто женский вид спорта. Ну, вот эти противные наши женщины как-то мужиков выживают. Ладно, не об этом. А то я перескакиваю с темы. Ну, я не знаю. Мне кажется, я, наверное, даже больше, чем любой врач, могу рассказать о том состоянии девчонок, женщин, когда все-таки эти критические дни происходят. И я не буду умничать там эндорфины, приливы, счастья, там все такое. Говорить будем обычными человеческими словами. Впервые я задумалась и начала интересоваться этой темой. Я еще была, ну, совсем юная тренер, я могу сказать так. Ну, по крайней мере, до 30-ти это точно. И вот как-то, ну, устраиваем такие, знаете, как посиделки между девочками. То есть не просто тренировка, а вот собрались, кружочек сели и начинаем там всякие вопросы ко мне, я к ним. И по поводу тренировок, и там даже касаясь там мальчиков, всего такого. Ну, в общем, так, девичьи откровения. Ну, и вот как-то я так усиленно рассказываю за тренировки, за соревнования, за то, как я занималась спортом. Вот Вика у меня, да, Вика уже была такая, у меня уже спортсменка лет, наверное, ей было уже лет 15 в это время. За это все активно рассказываю, и вдруг одна девочка, такая, знаете, пышечка, ну, возраст уже лет 13-14, судя по всему, уже эти все проблемки женские существуют. И вот она так на меня смотрит, вид у нее такой жалостный, и говорит, а можно у вас спросить? Говорю, конечно, все можно спросить. Она говорит, Татьяна Владимировна, а у вас месячные когда-нибудь бывают? И вот я смотрю на этого ребенка и думаю, боже, это ж, наверное, какие они у нее болезненные. И как она мучится. Разве она до меня смотрит и думает, боже мой, это же она скачет и день и ночь, и вот тут, вот в этом спортзале не вылазно. Ну, когда-то ж, молодая женщина, когда-то же это происходит, и как? И вот мы подняли эту тему. Ну, дети были девчонки разного возраста, и постарше, и помладше, поэтому, ну, в общем, это было интересно. Ну, начали рассказывать, у кого, как действительно это происходит. И я очень задумалась и занялась этой темой. Много литературы поднимать, и все-таки, стоит спорт в этот период жизни или нет? Ну, вот, судя по себе, я понимала, что я всю жизнь в спорте. Ну, просто, ну, я не знаю, мне кажется, что я всегда занималась спортом. Ну, всегда. Девчонки у меня, то есть дочь, внучка, девочки, понимаете, с девочками тоже я все время. Вот у меня вообще таких проблем не было, потому что, ну, никогда это не было болезненно, никогда это не было обильно. Это никогда мне не мешало абсолютно заниматься спортом. Ну, вот, когда начали задавать девчонки такие вопросы, я усиленно занялась этим. Ну, и вот что. Действительно, бывает это очень болезненно и очень плохо. Безусловно, надо сократить в такие моменты физически сильные нагрузки. Вы меня слышите? Сильные нагрузки. Но спорт абсолютно не мешает, а наоборот помогает. Потому что, когда вы занимаетесь спортом, особенно если это танцы или какой-то вид спорта, может быть, плавания, вид спорта, который вам доставляет удовольствие, вы любите этот вид спорта, то есть вы хотите, но у вас сейчас болит. Вот это болит, надо немножко переступать. Я вам скажу, упражнения на растяжечку, наоборот, снимают болевые ощущения. Что такое на растяжечку? Села, ноги широко в сторону, к одной ножке наклонилась, к другой, по срединке потянулась. Села на одну ногу на выпад, перешла на другую ногу. То есть это называются переходы. В этот момент работает, скажем так, кровообращение в тазу. Здесь у нас девушек, вот все здесь внизу. И вот в эти растяжечку, эти переходики, вот эти приседания начинают работать кровообращения. Идет поток крови и, естественно, вам становится легче. То есть не хуже, не болезненней, а наоборот легче. Значит, если вы себя вообще нормально чувствуете, ничего вам в этот период не мешает, занимайтесь, как занимайте, забудьте. Вот считайте, что их нет. В наше время уже такая гигиена, столько всего, и прокладочки, и все эти тампаксы, ну, пожалуйста, бассейн, пожалуйста. Единственное это соблюдение гигиены. Но если же все-таки это очень болезненно, я уже сказала, растяжечка может снять, вот именно снять вот это болевое. Если вы уже пришли в спортзал, и все-таки побаливает, понывает, живот, спинку тянет, значит, исключаем упражнение на нижний пресс. Это действительно плохо. Особенно, если это обильные месячные. Это плохо. Идет большая нагрузка, идет действительно приток крови, и ничем хорошим это может не закончиться. Наоборот, еще сильнее, еще обильнее, и это, конечно, никому это удовольствие не доставляет. Вот тяжести. В этот период тяжести, это самое паршивое, что может быть. Поэтому вот тренажерный зал, это же тоже разница в тренажерном зале, может быть беговая дорожечка, могут быть там занятия на верхнюю часть, да, а можно взять две здоровенные гантели, иначе с ними приседать, или там тягу какую-то, или подъемы. Вот этого нельзя, вот этого нельзя. Вы можете вызвать кровотечение. И это будет, конечно, очень неприятно. Но, если вы себя нормально чувствуете, и вам ничего не мешает, нагрузку сильную с тяжести, с тяжестью нагрузку желательно убрать. Но, когда у вас эти дни заканчиваются, у вас начинается такой подъем энергетический. Это самый классный, самый классный период для того, чтобы усиленно заняться спортом. Потому что за время вот этих наших критических дней мы обычно, ну нам так кажется, поправляемся. Но нет, это жидкость. Вот почему-то в этот период немножечко набирается вес за счет этой самой жидкости, которая не хочет отходить. Вода, самая обычная вода. Но надо все равно больше пить. Чем вы больше пьете, тем больше жидкости уходит. Поэтому пьем воду обязательно. Это не обсуждается. Стакан воды утром, желательно два. За час до еды, за час после еды, за полтора. На протяжении дня, мы же знаем, мы должны выпивать не меньше двух литров воды. Ну, вернемся к нашим прекрасным критическим дням. Вот когда они заканчиваются. Вот когда надо потренироваться. Это действительно классно. Все нагрузки, все, что можно, все. И все получится. Но к концу месяца, скажем так, когда мы опять это ждем, это самое плохое. Потому что 80% девочек начинает женщин становятся раздраженными. Ой, как мужчины любят подкалывать. У тебя что, месячные? Вот когда уже месячные, это уже нормально. А вот пару дней до того, как они начнутся, начинается вот такое раздражение. Вот все бесит, все раздражает. Слезность бывает. Ну, такие мы женщины. В общем, если я смогла как-то разъяснить и дать понять, что ничего в этом страшного нет. Спортом мы заниматься можем. Но каждый, как говорится, кузнец своего счастья. Точно так же вы должны. Вы должны чувствовать сами свой организм. И, конечно, если такие болевые ощущения, и головная боль, и все на свете, лучше этот денечек перележать в спокойном состоянии. Разве что позволить себе легенькие растяжечки, легенькие приседы. Это только поможет. Поэтому не надо через силу... Ну, я понимаю, что бывает такое. Вот соревнования. Вот разве не бывает у нас в спорте? Да, действительно. Вот у меня сегодня все болит. Я поднять себя с кровати не могу. А у меня соревнования. Что мы делаем в таких случаях? Выпиваем таблетку обезболивающую и выступаем. Но это не самое лучшее, что может быть. Лучше бы, конечно, такого не происходило. Хотя я вам скажу, что у спортсменов, действительно действующих, и кто с детства, именно с маленького, занимается спортом, мышцы этого малого таза очень укреплены. И это большая редкость, у кого это проходит болезненно. Потому что все мышцы укреплены, все себя прекрасно чувствуют. И как по моему опыту, очень редко у девчонок, которые занимаются спортом, это проходит болезненно. Ну, я вам желаю заниматься спортом и быть здоровыми. Да, меня все услышали. А еще, девочки, я вам скажу, что больше все-таки страдают вот этими болезненными всеми ощущениями, когда есть лишний вес. И что? Это малая подвижность. Если вес большой, это в основном происходит. Мало двигаемся, много кушаем. И вот, когда мало двигаемся, вот тогда и начинаются болезненные проблемы. Поэтому, даже если у вас лишний вес, как можно больше физической нагрузки. Во-первых, вы будете стройнить. А во-вторых, проблем не будет. Ну, по крайней мере, их будет намного меньше. Я думаю, что я рассказала все, что могла рассказать. Если у вас будут по этому поводу вопросы, девочки, пишите в комментарии. Я обещаю, я буду на все вопросы отвечать максимально, насколько я могу, насколько я знаю. Конечно, буду отвечать. Ну, а сейчас все. Собираюсь. В доме, видите, я хожу в свитере. В таком, я его называю, знаете, как собачий. Потому что я в нем всю зиму хожу на прогулку. Он очень теплый. На прогулку с Кэтрой. Ну, в общем, сейчас я собираюсь. Лечу на тренировку. Я думаю, в спортзале я еще что-то поснимаю. Ну, а все мои влоги обычно заканчиваются моей любимой собачкой. Нас напоследок развлекает Катюха. Так что, надеюсь, и сегодня тоже я обязательно покажу вам мою лапочку, девочку. Видите, опять девочка. Ну, вот что я могу сделать. Все вокруг меня окружают девочки. До встречи в спортзале, девчонки. Всем здравствуйте. Подъехала к спортзалу. Думала ничего не снимать. Но как можно не рассказать такую увлекательную историю? Еду по своей мытнице. Дорога исключительная. Машин нет. Скорость приблизительно 80. Мимо, мимо, надо мной пролетает голубь. И как вы думаете, что? Это капец. Сейчас похвастаемся. Это же надо, пролетая мимо, взять и, извините, обосрать мне окно. Ну, как это можно? Просто в полете, пролетая мимо. Пля! Я аж подскочила. Ну, говорят, к деньгам. Буду надеяться. Ну, что, остается надеяться. Деньги повалят. Просто, ну, как сказать, на ходу просто, пролетая мимо, деньги не пролетят. Ой, развлекаюсь. Так, сейчас спускаюсь в спортзал. Притащила, позвонила Людмиле своей. Говорю, ты точно идешь на тренировку? Она, точно что? Говорю, не скажу. А я ей везу рыбу. Потому как у нас с Дима, с Артемом, опять наловили столько рыбы. И это была разноска по домам. Ну, в общем, Саша сколько мог, почистил. Остальную сказал, нет, все, не буду больше чистить. Звоню Людмиле, говорю, Люда, ты нечищенную рыбу возьмешь? Она говорит, да. Ну, она не знает, что я ее везу. Я ее заморозила, конечно. В общем, презент Людмиле. Ох, ничего нового. Все как всегда. У нас шли дожди. И вот, пожалуйста, меня опять топят. Вот эти лужи. Это просто кошмар. Все везде капает. Почему вы ремонт не сделаете? Как же его делать? А это те самые зеркала, которые мы никак не можем занести. Занести. Еще поцепить надо, мы занести не можем. Ой, посмотрите, там опять потоп. Кошмар. Ну, разве это не весело? Мостик в спортзал. Вот туда я сейчас пойду. Здесь тоже лужи, 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 лужи. Ай, все ободранное, страшное, потому что топит. Зато здесь все чистенько, красивенько, уютненько. Зеркала намытые, шторочки все перетрушенные, полы чистые. Ой, горжусь собой. Приехала чуть-чуть раньше, потому что хочу повторить свой усовершенствованный комплекс. Я надеюсь, вы видели, что мы тут с Людой работали. Очень здорово получился, кстати, комплекс. Жаль, я не могу выставить весь на YouTube, потому что музыка, музыка, которая не монетизируется. Поэтому будет немножко по-другому съемочка. Ну, в зале у нас классно, весело. И вообще, я когда снимаю наши тренировки в зале, женщины стесняются. Ну, не каждому нравится, когда его попу показывают где-нибудь в YouTube. Поэтому я стараюсь на тренировках женщин не снимать. А вот малые, ну, я имею в виду девчонки, которые на танце, ой, я дождаться не могу. Вот эти с удовольствием. Позировать, рассказывать. Ой, снимайте, что хотите. Они тут будут вертеть переворотики, все, что угодно делать. Им это нравится. Поэтому я снимаю тех, кому это нравится. А если не нравится, ну, значит, так тому и быть. Все, пошла готовиться. Все, я уже с тренировки. Настроение классное, потому как народу было много. Напрыгались. Я, правда, еще мокрая до сих пор. Но не пойду прям сразу домой. Вернее, не поеду. Потому что знаю, что Саша и Кэти где-то гуляют в районе нашей прекрасной реки Днепр. И там наверняка все собаки наши, все наши друзья-собаки с нашими друзьями. Как, даже не знаю, как правильно сказать, с хозяевами. В общем, хочу пойти к ним, немножко поснимать собак. Потому как это всегда такой отдых и такое удовольствие наблюдать за этими чудиками прекрасненькими нашими. В общем, сейчас буду на берегу. Я надеюсь, что позвоню и мне скажут, да, Таня, приходи. А может быть и наоборот. Может скажут, нечего тут делать, тебе иди, ужин готов. Я, кстати, сегодня немного раньше с тренировки, пол восьмого, а я уже еду. Сейчас буду звонить и доложу вам. Так, меня взяли на прогулку. Смотрите, что здесь у меня делается. Это же твой друг. Зачем ты его грызешь? Кэти, зачем ты его грызешь? Ай, ай. Ой, это такая любовь. Кэти, не кусай его. Собачья любовь. Боже, Кэти меня встречала. Кэти, нельзя кусаться. Забрала палочку и запрятала. А персик нашел. Персик. А тем временем персик шарит у Саши по карманам. Кэти, там Боба. Все, побежали. Кэти, это не твой был хозяин, да? Не твой? Твой на месте? Да, твой на месте? Да, угощает ее вкусностями. А у вас там по карманам есть что еще, да? Еще, чуть-чуть осталось. Еще есть, да? Еще, чуть-чуть. Кэти, тащи палочку, тащи. Это такой троглодитик. И маленький такой боксерчик. С мордой такой, задранный. А в бульдог. Здрасте. Только что меня так встречали. Теперь тебя, Вова. За километр слышно. Не прыгать, не прыгать. У персика теперь своя палка есть. А Кэти решила свою закопать. Да? Закопать. Решили закопать палочку, да? Ну что, фу. Закопает сейчас. Пусть копает, только не в мою сторону. После прогулки просто вырубилась собака. Ой, у нас персик такой друг, загоняет кого угодно. И даже Кэти. Для меня это очень удивительно. Вот это же надо так спать. Вот почему надо залезть в самые подушки. Вот там, наверное, удобнее всего, правда? Вот так оригинально. Вот нам мало тут подстилок всяких мягеньких, мало дивана. Вот хорошо в подушках. Ух ты. А когда кнопку дают? На 100 тысяч подписчиков. Ого, ничего себе. А, я хочу, 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 хочу 100 тысяч. Подписывайся на канал Татьяна Черныш. Жалко, еще одной любимочки нету, пообнимались бы втроем. Оп. Маша, мы тебя тоже обнимаем. И любим. И любим. И подписчиков наших тоже. Да. Всем привет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok